всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале артстайл я уже делал обзор на samsung galaxy s10 плюс кому интересно ссылка будет под видео но вы посмотрите этот обзор я расскажу о фишках которые есть телефоне возможно вы о них не знаете а если вы только подумаете покупать вообще samsung новый galaxy 10 версии или нет посмотрите это видео в любом случае уверен вам оно будет полезно пойдем сверху вниз в данном случае сверху вниз я имею ввиду настройка шторки уведомлений точнее начать это нужно с самых азов что это такое вообще у нас в телефоне разумеется samsung давно с самого начала с первого galaxy работает на системе android версия android на данный момент 9 обзор снимается в марте 2019 года версия one ui 1.1 это новая оболочка и если сказать простым и понятным всем языком samsung причесали свою оболочку свой лаунчер как его еще называют для на версии android для своих телефонов и на мой взгляд наверное все таки стал лучше стал более красивым что ли как обещал сверху вниз идем шторку уведомлений это есть на любом android устройств разумеется она кастомизируется кастомизируется данном случае мы можем сделать как нам удобно порядок кнопок не нужно вам много кнопок сверху пожалуйста переносить их вот не знаю там вот это вот улучшение зрения как я понимаю готово все одно иконка меньше все это настраивается дальше что мне нравится сетка кнопок это такая вещь но кому-то может быть будет полезно мне полезно потому что например шторки уведомлений мне нравится когда иконок много как видим либо 3 на 3 либо 4 на 3 либо 5 на 3 ставим ставим не знаю 5 на 3 здесь мне нравится пусть они будут небольшими дальше сам рабочий стол во первых есть возможность использовать меню приложений делается это точнее тремя способами первый способ по умолчанию как есть у нас есть рабочий стол и у нас есть свайпом снизу вверх все приложения здесь кроме того скажу сразу некоторые приложения которые особенно сильно раздражают давайте сразу я покажу они меня просто ну раздражает очень сильно их можно скрыть если мы зайдем в параметры главного экрана скрытие приложений смотрите ребят ну нафига мне google play музыка play игры play фильмы мегафон ну в данном случае мой оператор емейл антуту бешмарк интернет да не нужны они мне даром моем либо на рабочем столе либо моем телефоне поэтому я их скрываю делается это очень просто еще раз показываю смотрите заходим скрыть приложения и приложения которые нам не нужны может быть вы ну просто календарь самсунговский заходить не будете нажимаете и вы его больше не видите все его нет так же легко можно все это дело вернуть для тех кого раздражают большие иконки если они вас раздражают мне они нравятся но это поправляется очень легко опять же либо через меню приложений либо здесь настройки главного экрана сетка главного экрана макет пожалуйста мы можем поставить 5 на 6 иконки будут маленькие и в ряд будет влезать 5 на 6 либо 5 на 5 либо 4 на 5 все очень на мой взгляд достойно и удобно то же самое сетка экрана приложений то есть опять же делаем то же самое и мне это нравится ребята не знаю как вам согласитесь со мной лет вот пожалуйста здесь они уже маленькие стали дальше следующее настройки фендер я честно говоря до конца не понимаю что это вот добавить на главный экран и что у нас получается вот фендер нажал это все лишь поиск как я понимаю какой-то замороченный настройки зайдем ну честно непонятно управление приложениями непонятно что это для чего возможно ускажите да и ты плохо разобрался но я действительно не понимаю нафига мне нажать и что он мне показывает ладно вот давайте более интересное все-таки следующее что у нас осталось все-таки зайдем параметры главного экрана кроме того что я показал есть возможность индикаторы отображать числом ну все просто ватсап там telegram чем вы выберем пользуетесь сколько сообщений столько будет соответственно и циферка либо можете просто без цифр просто уведомление мелочь но опять же из таких мелочей складывается впечатление о нашем телефоне в альбомный режим имеется ввиду если мы перевернем телефон горизонтально тоже кому-то может быть полезно будьте внимательны по умолчанию если вы скачиваете приложение из поймаркета то вот эта галочка добавить на главный экран не работает не включена и на рабочем столе они не появляются ставим галочку и все но есть такая фишка что вы можете просто-напросто либо использовать кнопку которая будет находиться вот здесь справа для того чтобы нажатия на нее попадали в меню программ меню приложений либо просто использовать рабочий стол и делается это в настройках ну давайте поговорим о настройках но перед этим расскажу фишки которых наверняка вы не знаете смотрите все очень просто а кнопки конечно же кастомизируется есть так называемая пусть она такой кастрированная честно говоря но есть управление жестами просто покажу сейчас все очень просто ребят смотрите ну вот например мы берем что-то интересное ну пожалуйста давайте возьмем данном случае chrome нажимаем на значок на любой из этих значок значков сверху мы можем информацию о приложении получить можем остановить выключить его если она не нужно или удалить что это такое вообще у нас данном случае интересует одна фишка которую я сейчас хочу вам рассказать это открыть в режиме вплывающего окна смотрите ребят и таких окон может быть много это не раз это не разделение экрана разделение экрана это несколько другое но вы можете использовать полноценно это приложение как картинка в картинке получается такое выражение а когда мы можем одним нажатием это опять же можно сделать отсюда смотрите мы можем сделать режим закрепить это приложение внизу это в данном случае приложение закреплено и она не будет закрываться будет тратить энергию это может быть для игр каких-то или программ хотя по умолчанию они все делают запустить режиме разделения экрана ну давайте поставим сюда ну пусть допустим у нас будет здесь здесь у нас chrome пожалуйста вот он полноценный наш chrome запуску режиме разделенного экрана все очень просто смотрите сверху у нас chrome а снизу мы можем выбрать ну пусть например настройки будут мало ли понадобится то есть мы полноценно работаем на таком большом экране тем более формата 19 на 9 два к одному фактически мы раб я часто это делаю например здесь внизу у меня может быть открыт ватсап или смс я что-то читаю а сверху может быть приложение youtube открыто либо что-то еще плюс есть очень удобные макросы это когда мы одним нажатием с помощью боковых панелей вот они смотрите пожалуйста мы можем включить например телефон и браузер вот про что я говорил кстати в телефоне мне нравится такая фишка смотрите мы когда проводим давайте его целиком открою заходим в приложение телефон я все лишнее потер оставил только ну чтобы номера не сидеть смотрите вправо делаем свайп это вызов делаем справа налево это сообщение это функция очень старая она была еще на galaxy каких там 8 назад но эта фишка полезная поговорим о том какие настройки есть телефоне которые могут вам пригодиться наверняка вы знаете и без меня но я не могу пройти мимо них смотрите ну во первых разумеется если глаза у вас от амоледов утомляется включайте фильтр синего цвета я после коррекции зрения я делал себе уже почти год назад лазерную коррекцию полный порядок тут отлично все но глаза стали от амоледов утомляться больше чем раньше намного я включаю такую функцию режим экрана естественно насыщенный если мы ставим насыщенный есть возможность отрегулировать либо холодные либо теплые настройки цвета и опять же появилась дополнительно p rgb настройка сюда можете не лезть принципе но если нужно поиграйтесь возможно вам понравится настройки размеры стиль шрифта тут опять же никого не удивить но вы видите либо тоже функция ну я не пользуюсь но кому то может быть она и полезной не спорю вот опять же слишком большой для меня не нужно давайте сделаем как было вот вот мне вполне даже разрешение экрана рекомендую full hd плюс использовать потому что большой разницы с quad hd с высоким разрешением нет поэтому hd ставить нам тоже не стоит производительность высокая это смысл не будет главный экран о чем я говорил при желании мы можем поставить только главный экран то есть меню приложения не будет делается это здесь очень просто ну и практически все дальше опять же настройки в альбомный режим скрыть приложение но я заходил эти настройки с другого просто входа получается с другого ракурса навигационная панель то о чем я говорю жесты полонкранном режиме я назвал их кастрированными они действительно кастрированные samsung такой технологичный гигант но отстает в этом плане в такой мелочи отстает в остальном он молодец красавчики ну ну чушь какая-то если честно просто тот же apple и сяоми уж не люблю сравнивать но они делали действительно прикольно сами сделали вот так здесь же этого нет ну вот ну не серьезно хотя возможно скажете давид ты не прав я это использую но я это использовать не могу я использую кнопки я бы предпочел обычные жесты но пока их нет чувствительность это сделано для того чтобы управлять в тонких перчатках на морозе нашим экраном это реально полезно да и практически все есть настройки изогнутого экрана но их проще можно показать отсюда то есть когда мы заходим в экран мы увидим что можно включить выключить блоки настроить макросы это все делается очень удобно поверьте если вы хоть раз пользовались изогнутыми краями телефона вам это понравится и вы будете пользоваться хотя я на своей восьмерке практически не использовал боковой экран но это я куча людей кто пользовался самсунгами говорят что они ими пользуются принципе практически все практически все что могу еще отметить из интересного если мы зайдем в настройки то увидим движение жесты вот здесь тоже внимательно на них посмотрите возможно вам они понадобятся дважды коснитесь для пробуждения может быть не так важно потому что есть сканер который в экране разблокирует быстро как вы видите сканер работает чтобы не думали что я обманываю вот смотрите мгновенно реально очень быстрый перевернуть телефон отключить звук снимок экрана ладони мне вообще вот быстрый вызов это вам показывал вот фишка вот это основной чем я пользуюсь ну и напоследок темы для того чтобы использовать темы можно зайти через биксбе биксбе это такой помощник типа гугла как я понимаю то есть он стал более красочным более приятным не вызывает уже раздражение даже на одном можно пользоваться опять же на любителя но темы делаются очень просто мы можем несколькими способами зайти вам нужно иметь учетную запись самсунг если у вас ее нет то в прошлых поколениях самсунга нужно было обязательно ее настроить сделать сейчас можно зайти через аккаунт google которому подключен телефон и пожалуйста вы можете тему выбрать детскую тему вот со скелетом с каким-то даже мультики там для девочек я не знаю любую поставим смотрите они разумеется некоторые бесплатные некоторые за деньги даже но поверьте с бесплатных огромное количество поэтому нет проблем чтобы выбрать себе тему все просто вы ее просто скачиваете вот бесплатно было 59 рублей стало бесплатно и активируете я думаю вы все это знаете но все-таки вдруг кто-то не знал пользуйтесь преображайте интерфейс своего телефона до неузнаваемости наверное на этом у меня все больше мне рассказать нечего ну можно еще пару слов сказать о браузере возможно о какой-то очищалки памяти но я думаю не буду на это тратить время отмечу только что есть еще galaxy store магазин самсунга да и в принципе все и на всякий случай записи телефонных разговоров здесь нет могу продемонстрировать режим полета отключаю и пробую набирать меня часто пишите этот момент освещать буду освещать каждом телефоне смотрите при выборе номера нам доступно добавить вызов удержать по bluetooth отправить динамик включить выключить микрофон больше ничего и зайдем сюда все ладно на этом у меня все если вам нравится то что я делаю ставьте огромный жирный лайк если не нравится дизлайк ну лайк конечно лучше подписывайтесь на канал всегда много интересного будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны с уважением ко всем давид счастлива